шалон пробуем запускать эфир смотреть а пошло видео лайф вижу наблюдаю здесь будем немножко собираться ждать кто-то я чуть-чуть раньше включился и сейчас мы посмотрим что у нас на картинке получается ага идет эфир так поделимся если вы будете сейчас подключаться то можете у себя на страничку публиковать эфир тоже так что у нас получается отлично видео идет немножко задержка я буду смотреть что у нас получаться будет непосредственно еще на ноутбуке я уже пью свой кофе так 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 что тут у нас идет еще ждем немножко будем надеяться что интернет не будет подводить потому что ну всякое бывает прямой эфир есть прямой эфир отлично вижу вижу свое лицо вижу свой фейс на фейсбуке осталось немного начала официального начала поэтому ждем ждем еще и будем начинать я наш сегодняшний эфир так 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 ждем 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 еще ждем 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 жд Угу. Так. Хорошо возлюбленные. Кто-то подключится прямо в процессе прямого эфира, кто-то посмотрит запись. Тем не менее, мы будем начинать, потому что время 9 часов. Как я говорил, что... или предупреждал в анонсе о том, что начало нашего библиочитания и кофе-пики стартует в 9 часов утра. Поэтому всем добро пожаловать. 9.01 на моих часах, во всяком случае. Для тех, кто не знает, вдруг увидит это видео. Меня зовут Радчук Алексей. Я являюсь пастором, служителем. И, ну, и еще ряд общественной работы выполняю на себе... несу на себе. Вот. Значит, для меня прямой эфир именно в Фейсбуке или еще где-либо это некое новшество. Хотя я неоднократно вел радиоэфиры. Неоднократно делал передачи и работал на двух радио. То есть, как бы в прямом эфире мы общались. Здесь для меня несколько новый опыт. Поэтому, ну, мы договоримся с вами сразу о том, что прямой эфир есть прямой эфир. Могут быть какие-то проблемы со связью, могут быть какие-то нюансы. Но это пусть нас никогда не пугает. Это нас не должно пугать. Потому что цель у нас очень простая. Увидеться с утра, попить вместе кофе. А может быть, вы любите чай. И почитать священные писания. И немного поразмышлять. В чем есть огромный плюс сегодня. То, что когда есть прямой эфир, даже если это Фейсбук. И ты едешь на машине или путешествуешь в автобусе. Или еще где-нибудь передвигаешься. То есть, можешь это запустить и просто слушать в наушниках звук. Ну, или не только в наушниках. Просто слушать звук, не отвлекаясь, скажем, от руля или еще как-то. И от дороги. Все равно можно слушать. Вот. Поэтому, безусловно, как бы в этом есть большой плюс. Можно слушать. И потом уже просто анализировать или откомментировать. Если что-то будет интересно или полезно. Или вдруг возникнет какой-то вопрос. Алена, приветствую тебя. Вот. Будем пробовать. Будем начинать. Как говорится, с чего-то всегда нужно начать. Окей. Я предлагаю, чтобы наши такие видео-встречи в прямом эфире. Библия и кофе. Они проходили в формате таких небольших размышлительных уроков. Которые будут давать определенную пищу. Шалом, шалом. Которые будут давать определенную пищу. Которые будут давать размышления. Ну, если не на весь день, то хотя бы сколько-то. Как минимум, это будет ободрение. Вот. Сегодня мы с вами начнем, как вы видите в заголовке, наверное, трансляции Библии и кофе. Псалом первый. И это будет урок, связанный с этим псалмом. Скорее всего, что мы весь псалом не сможем прочитать или разобраться с ним. Но частично мы посмотрим с вами. Вы много раз его читали. Вы много раз могли видеть различные комментарии. Артем, шалом. Приветствую. Вы, может быть, даже вы сами проповедовали или кому-то рассказывали об этом, как бы, об этом псалме. Вот. Но, вероятно, что-то будет для вас новое. Что-то будет подтверждением или напоминанием. В общем, предлагаю, чтобы мы начали действовать. Итак, сегодня у нас на повестке дня псалом первый. Очень интересный псалом, потрясающий, обладающий огромным содержанием, огромным смыслом. Освенно, если ты начинаешь это читать, скажем так, с позиции, в том числе, еврейского понимания, еврейского мышления, еврейской традиции, то перед тобой открываются большие, большие, как бы, горизонты или картины. Вот. Ну, давайте мы сделаем так. Hello, Kerry. Glad to see you here. But I'm speaking in Russian. I'm sorry. Kerry из Австралии к нам подключилась сейчас. Надеюсь, вы слышите меня сейчас нормально. Если вы слышите нормально, ну, напишите еще что-нибудь. Можно плюс поставить, как все говорят. Hello, Tom. It's not Kerry. Если вы слышите, то, ну, поставьте там плюс, еще какой-то знак, смайлик можно поставить. Вот. Вопросы и комментарии можно писать в процессе. Я буду стараться смотреть что-то, да, и реагировать. И реагировать, и в процессе буду пробовать отвечать. Либо ближе к концу, там, какие-то ответы будем делать. Окей. Виталий, приветствую. Виталий, Федорик, приветствую вас. Отлично. Вижу, что коннект есть, звук есть. Раз уже там кто-то репост делает и кто-то отвечает, вот, значит, все в порядке. Итак, сегодня у нас Псалом 1. Это классная штука, бомбовая вещь. Давайте я прочитаю сначала. Если у вас есть писание, можете посмотреть, если вы дома, конечно же. Но если... Hello, Peter. Но если у вас нет, ничего страшного, я читаю. Итак, Псалом 1. Псалом 1. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вообще классное содержание. Во-первых, это Слово Божие. Мы должны это понимать. Все, что говорит Бог или все, что утверждено Богом, это всегда сильно, это всегда благословенно, это всегда работает, независимо от того, человек воспринимает это или не воспринимает. Весь мир сегодня живет по законам Божьим. Кстати, не забывайте пить кофе, если у вас есть оно перед вами. Итак, начнем с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Ну и второй стих сразу. Но в законе Господа воля его. То есть речь идет о человеке, муж, мужчина, женщина, неважно, мальчик, девочка, не суть. Любой человек, абсолютно, он является блаженным. То есть это старое, скажем так, слово, скажем, из старого лексикона Юрий Шалон, Юрий Лукас, приветствую. Синоним этого слова счастливый. То есть речь идет о счастье. Речь идет о счастье человека. Бог делает так, чтобы слово Божье, оно направляло человека и вело его непосредственно к счастью. И вся цель слова Божья сделать человека счастливым, абсолютно счастливым, чтобы он наслаждался жизнью даже здесь на земле, несмотря на то, что в самом начале было сказано, что у человека будут проблемы из-за грехопадения. Поэтому, друзья, для нас очень важно помнить, Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Итак, счастлив тот муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Если мы будем с вами смотреть внимательно то, что речь, то, что связано с деталями или со словами, то, что, например, делают евреи, они всегда обращают внимание на детали. Вот мы иногда контекстно так, образно смотрим, но есть определенные детали. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Речь идет о том, что здесь не участвуют в замыслах, то есть в замыслах людей, которые, по мнению Творца, не являются праведниками. То есть Бог сегодня предлагает человеку отходить от неправедности и не находиться или не участвовать в делах, которые замышляются людьми не света. Прежде всего еще хочу оговориться или сказать наперед. Для всех уже становится более известным слово Тора. Для иудеев, для евреев это все понятно. Для людей верующих более-менее это тоже начинает становиться понятным. Но кто-то, может быть, не слышал. Есть такое слово Тора. И здесь, например, во втором стихе, после первого, который мы тоже прочтем, упоминается. Мы читаем в законе, в оригинале же написано Тора. Чтобы мы все с вами знали, Тора, 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 для кого-то это странно звучит. Но значение слова Тора, у него много значений, но одно из ключевых это свет. То есть Тора или закон Господа, это то, что освещает наш путь, это то, что ведет нас, это то, что дает нам возможность видеть. Татьяна, шалом. Поэтому Бог сегодня предлагает человеку, каждому из нас, не находиться в том месте, где нету света. То есть для Бога, как для Творца каждого из нас, очень важно, чтобы мы находились в том месте, где свет воссиял. Не только для того, чтобы мы, как по заповедям Иисуса Христа, были светом миру, но прежде всего нам необходимо сегодня быть в состоянии света. Нам сегодня необходимо находиться в том месте, где есть определенный свет. Почему? Потому что мы с вами можем тоже без света быть людьми, которые слепы. То есть когда ты не видишь, куда идти, если бы, например, ты едешь ночью на машине, что происходит? Если у тебя нету фар, или они у тебя сломались, ты не видишь, куда ехать. Или ты когда идешь пешком, в темноте, нету освещения, ты не видишь, куда идти. Ты предположительно где-то там на ощупь что-то знаешь, что-то ты понимаешь, и думаешь, ну вот, я пойду так или вот так. Здесь где-то там была обочина, здесь где-то там была ямка и так далее. Но если в твоей жизни нету света, если ты не видишь, нету освещения перед тобой, то, безусловно, ты можешь попасть куда-то не туда. Поэтому совет нечестивых, это совет людей, которые не имеют света в своей жизни. Нам известно, что сказал сам Христос. А что он сказал? Слепой слепого поведет, оба что? Правильно, в яму упадут. Поэтому когда ты находишься на совете нечестивых, то есть на совете людей, в жизни которых отсутствие света, и ты участвуешь в каких-то их замыслах, то ты вместе с ними попадешь в беду. Бог нас предупреждает через псалмопевца о том, что для нас очень важно находиться в состоянии света или находиться посреди тех, кто является светом. Сразу возникает такой рабочий вопрос. А в нашей жизни разве может так быть, чтобы мы все время находились в состоянии или в присутствии людей только тех людей, которые, ну, они с Богом, они читают Писание, они молятся, они верны Богу, они верны заповедям. Можем ли мы все время находиться в таком состоянии? Нет, но у нас не всегда получается быть только с теми, кто нам нравится, или теми, кто является этим светом, или теми, кто ходит во свете. Не всегда, не всегда, абсолютно не всегда. Но, когда этот свет, Божий свет, есть внутри нас, то, конечно же, этот свет, он будет освещать и всех остальных, и, безусловно, мы будем с вами иметь определенное направление. Очень важная деталь еще в первом стихе. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Когда мы размышляем с вами над деталями, например, мы говорим о том, что здесь идет упоминание путей грешных людей, то есть путь грешного человека. Если посмотреть внимательно на значение этого слова, которое здесь употребляется, то мы здесь увидим не просто только путь, не только увидим дорогу, но здесь речь идет больше, чем просто о каком-то путешествии. Здесь речь идет о поведении, обычаях и традициях. Иными словами, Бог говорит, что ты счастлив, если ты не находишься постоянно в собрании людей без света, и ты счастлив, если ты не вникаешь или не принимаешь в свою жизнь обычаи людей грешных, то есть людей, которые живут в своей жизни или выбрали жить без Бога. Окей. Ну, когда мы говорим о собрании развратителей, то есть здесь речь идет о собрании развратителей, в оригинальных переводах или переводах, которые делали, скажем, ребята иудеи, то речь идет не просто развратители, а насмешники, то есть те, кто смеется над чем-то Божьим, смеется над тобой, например, смеется над твоими убеждениями. И для нас очень важно, чтобы мы не делали свое окружение из тех людей, которые не уважают твои убеждения. Это очень важно. Почему? Знаете, есть такая народная поговорка, да, с кем поведешься, от того наберешься. Или еще говорят, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Это все связано с нашим окружением. И для нас очень важно, если ты хочешь стоять в вере, если ты хочешь находиться в параметрах Бога, Божьей воли, да, как второй стих начинается, но в законе Господа, воле Его, то себя нужно окружать правильными людьми. Людьми, людьми веры, людьми, которые наполняют свою жизнь светом, то есть придерживаются того, чтобы было светло внутри. Знаете, когда рядом с тобой тебе плохо, и еще рядом с тобой какие-нибудь ребята, которые все время, ой, жизнь плохая, все плохо, то тебе самому жить не хочется. То есть ты думаешь, где бы глотнуть свежего воздуха, кто бы сказал бы что-то хорошее. Что могло бы ободрить. Но тебя окружают люди, которые сами в темноте находятся, не имеют выхода. И ты все время слышишь негатив, 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 ноль позитива. Ты поверь, ну что с человеком будет? Я думаю, что вы все понимаете, будет депрессия. Вот. Зачем нам нужна депрессия, когда мы так живем в депрессивном мире? Вот. Но она нам просто не нужна. Бог сотворил жизнь на земле, сотворил землю, сотворил нас с вами, для того, чтобы мы радовались. Конечно, через Адама и Еву на землю пришло что? Немножко пришло депрессии. Потому что сначала все было радостно, чудесно, шикарно, можно сказать, было. А в итоге что? Ну, ты, говорит, будешь хлеб добывать в поте лица. Немножко депрессии, немного сложностей. Вот. Но что сделать? Ничего не поделаешь. Просто очень важно окружать себя правильными людьми, которые не будут сами находиться в некой депрессии. людьми, которые будут наполнены светом и которые будут давать тебе ободрение. И, знаете, когда вот смотришь, включаешь много лампочек. Чем больше лампочек, Оля, приветствую тебя. Чем больше лампочек зажигается, тем светлее. И вот когда ты сам лампочка, тебе нужно гореть, тебе нужна энергия. Энергия идет от Бога, от Творца. Тот, который дает жизнь. Тот, который сотворил жизнь. И тебя окружают лампочки. Ай, драгоценная. И тебя окружают лампочки. И вот все загорелись. Лампочки, лампочки. Сразу становится светло. Любой человек, который находится в каких-то сложных обстоятельствах, попадает в окружение лампочек. И он думает, вау, жизнь-то оказывается не ночь. Свет-то тоже присутствует. Поэтому, друзья, Библия нас учит, и Господь нас учит, чтобы мы с вами были лампочкой и окружали себя такими лампочками. Окружали. То есть, иными словами, делали лампочки вот такие, да, своим постоянным окружением. Чтобы даже если ты когда попадаешь в среду тьмы, да, то есть, когда все люди мрачные давят на тебя, чтобы твой свет и свет тех, кто тебя окружает, поглощал эту тьму. Если вы обратили внимание, да, что такое, и люди иногда, сейчас это очень популяризируется, эта фраза, да, что такое тьма. Тьма. Тьма – это отсутствие света. Только когда свет включаешь, тьма куда-то сразу девается. Вот. Я вот себе тут придумывал в самом начале лампочку, чтобы света было больше, чтобы мое лицо было видно, потому что еще часы на час назад не отвели, и у нас светлеет, получается, позже. Вот. Ну, потом свет, естественно, через окошко, которое напротив меня, оно как бы начало освещать мое лицо. Видите? Сразу ярче. Окей, идем дальше. Но в законе, второй стих, Псалом первый. Но в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Как я уже сказал, закон, мы читаем с вами закон. В оригинале, в еврейских писаниях используется слово Тора, то есть это свет, иными словами. Но во свете Господа, воля Его. Когда мы с вами посмотрим более детально на слово воля, которое мы здесь с вами читаем, то мы увидим с вами ряд интересных вещей. Что такое воля? То есть для всех нас есть понимание воля. То есть сила воля, для нас это не секрет, мы знаем эту фразу. Сила воля, там еще какие-то вещи, связанные с волей. Мы говорим воля, 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 воля. Давайте посмотрим более детально. Что такое воля? Это желание, это хотение, это удовольствие. Это то, что связано с нашим внутренним содержанием, нашим внутренним миром. То есть то, что мы говорим. Мы говорим, знаете, мы с вами говорим в двух, из двух позиций. Или мы говорим, как сейчас сказать, знаете, психиатр, я могу сказать, если человек разговаривает сам с собой, это мой пациент, потенциальный как минимум, да. Но мы разговариваем с вами, то есть мы разговариваем с вами внутри, и мы говорим с вами устами. То есть мы проговариваем устами то, что мы сначала проговорили здесь. А что мы здесь проговорим? Мы проговариваем свои мысли, мы проговариваем свои какие-то желания, свои идеи. То есть и вот здесь Бог направляет человек. Он говорит, в законе Господа воля его. То есть это блаженного или счастливого человека. То есть как псалом начинается? Блажен муж, то есть счастлив муж, счастлив человек. И какой человек счастлив? Тот, который помещает свою волю, а именно желание, хотение, мысли, потребность в удовольствие, помещает в формат Божьей воли, Божьего закона или Божьего света. То есть как в оригинале Тора. То есть иными словами, счастье человека приходит в жизнь человека тогда, когда он на самом деле начинает видеть свое счастье в контексте того, что Господь сказал. Опять же, здесь кто-то, скептики, те, кто не верит, могут поспорить. Нет, счастье не в этом. Счастье не в этом. Но когда ты на самом деле читаешь Писание и смотришь на жизни людей, даже не с точки зрения Библии, а просто окружающих, ты понимаешь, что то, что сказано в конце Псалма 1, а что здесь сказано? Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. То ты начинаешь понимать, что что бы ни происходило, как бы там ни было, когда ты вне, когда ты, Елена, приветствую вас из Днепропетровска, когда ты вне Божьего Света, когда человек выходит за пределы Божьих правил, Божьего Света, Божьей Торы, тогда человек в итоге все равно погибнет. В итоге все равно погибнет. Люди сегодня очень часто смотрят на то, что, дескать, ну вот люди, которые не ходят в церковь, они не религиозно, они не сидят ни в синагогах, ни в храмах, они живут хорошо. Мы часто смотрим на то, что перед нашими глазами. Мы видим какое-то, обращаем внимание на видимый результат, который на самом деле временный. Ведь нужно понимать, что человек, как бы кто бы что бы не говорил, Талия, я раз приветствую вас, как бы что бы кто бы не говорил, то на самом деле жизнь она вечная. И сегодня все больше и больше и философов, и ученых, различных других каких-то околорелигиозных течений, движений, все говорят, как в один голос, да, что жизнь здесь не заканчивается. В итоге кто-то верит в переселение душ, кто-то верит еще в какие-то форматы реинкарнации, кто-то в дерево, кто-то в животных, кто-то обратно в человека вселяется. То есть разные, разные, разные. Почему? А почему это все говорят? Потому что на самом деле жизнь, она действительно вечная. Просто все сегодня из человеческих соображений пытаются объяснить, а как же она бесконечна, а как же она является вечной. Но вечность, она в руках Господа. Друзья, вечность в руках Господа, поэтому нужно понимать, что если ты хочешь действительно быть счастливым, жить вечно и не стать тем, кого постигла участь нечестивых, а Псалом 6 говорит нам здесь, что путь нечестивых погибнет, то есть, иными словами, замыслы, стремления, которые, людей, которых вне Бога, они в итоге будут все разрушены. Поэтому сегодня очень легко наблюдать, Николай, приветствую, очень легко наблюдать, как многие жизни, на которые сегодня равнялись люди, их еще называют кумирами, идеалами, они рушатся. Я читал массу информации, сам занимаюсь тренингами, тренирую других людей, не только в религиозном формате, но, однако, нахожу очень много информации, когда тренеры учили, значит, как жить правильно, как быть успешным, как быть здоровым, как долго жить, как продлить свои дни жизни на этой земле, многие закончили плохо, кто-то самоубийством, есть тренеры, которые обучали, значит, как жить в семье, чтобы она всегда была сильная, крепкая и счастливая, вот как так сделать. И они очень хорошими были, успешными, но итог их какой? Их семьи, лично их семьи были разрушены. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать сегодня, очень важную деталь, что на самом деле, путь людей, который не заключен в формате Бога, не заключен в формате Его закона, или Его воли, или Его света, этот путь обязательно будет разрушен. Неважно, каким он фееричным сегодня для вас, для вашего взгляда кажется. Поэтому счастье человека не заключается во временных каких-то победах, временных достижениях, финансовая эта сфера, душевно-эмоционально, или это еще что-то, то, что связано с некими удовлетворениями. Никогда на это не смотрите. Иисус всегда был прав, и Он по-прежнему прав во все времена, когда Он сказал, что не собирай себе сокровища где? На земле. Потому что и моль прилетит, и ржавчина разъест. И еще мы знаем много других катализаторов, которые являются разрушающими тех богатств, которые человек сегодня стремится заработать на этой земле. Конечно же, сегодня времена, когда человек успешный, тогда, когда у него есть там что-то в кошельке, определенный набор каких-то деталей, дом большой, там много всего. Но это все же так, даже если посмотреть, ну вот в Украине, например, да, был один царь, он построил большие дворы себе, батоны из золота делал. В итоге, кому это все досталось? Ему, его детям? Нет. Поэтому путь нечестивых всегда будет разрушен. И лишь только путь человека, который выбирает для себя законом или форматом, в котором он будет жить Слово Божие, лишь путь такого человека на самом деле будет благополучен и успешен. Итак, мы сегодня прошли с вами два стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И мы сейчас будем с вами заканчивать еще сделаем маленький акцент на то, что о законе его размышляет он день и ночь. В еврейской традиции мудрецы говорят, что если человек изучает Тору, изучает закон Божий, изучает Слово Божие и выбирает в своей жизни следовать вот такой жизни, то есть ходить во свете воли Божьей, то даже воля человека начинает трансформироваться и видоизменяться и становиться той некой Торой Бога, но внутри непосредственно самого человека. И они говорят, что это становится Торой этого человека. Иными словами, как же это на понятный язык перефразировать? Все довольно и предельно просто. Когда ты выбираешь в своей жизни жить по воле Божьей, тогда для тебя каждый день становится естественным то, что ты живешь во свете. Естественным. То есть иными словами, Слово Божье приемляется к твоей душе и твоя душа уже не видит иного образа жизни, как только ходить во свете. Питайте себя светом, питайте себя добрым и благословенным. пусть Бог нам всем поможет завтра, завтра. Мы продолжим с вами читать Псалом и мы увидим еще очень важный, интересный на самом деле деталь. Углубимся чуть-чуть. Игорь, приветствую вас, мы уже завершаем. Мы углубимся немного глубже, так сделаем, копнем вот здесь вот, особенно третий стих, четвертый стих. Мы прям копнем. поэтому давайте завтра в девять с чашечкой кофе, а может быть с чашечкой чая, кому как больше нравится. В девять завтра снова встречаемся в Фейсбуке. Здесь у нас на официальной страничке служение вода жизни. Вам желаю благословений, много света, много побед. Пусть свет Божий, который есть в Слово Божье, станет частью вашей души и ваша душа сегодня пусть весь день светит ярко. Ярко так, чтобы вы видели сами, куда идти и чтобы ваш свет от вашей души освещал путь и других людей. Все. Благословений вам, хорошего дня. Па-па, до завтра в девять часов. Па-па-па-па-па. Продолжение следует... Продолжение следует...